Фотографии, на которых ничего не видно из-за пара, вода на полу и вздувшиеся батареи, накануне заменили в соцсетях привычные виды города и селфи. Первопричина сбоя – за пределами Ямала. На подстанции под Коголымом аварийно отключилось электроснабжение. Это привело к глубокой просадке по напряжению в наших сетях города Губкинский. И ввиду чего произошло отключение технологического оборудования на объектах Ямал-Коммунерго. Это объекты коммунальной инфраструктуры, котельные, водозаборные скважины, насосные водозаборы. Отключение котельных сетевых насосов привело к серьезному гидроудару в сетях и, естественно, к нарушению режима теплоснабжения. Пострадал 21 дом. В администрации города собрался оперативный штаб. Задача поставлена – вернуть тепло в дома до полуночи. В ситуации реально под контролем. Работают 12 бригад, которые обеспечивают и принимают все меры, чтобы теплоснабжение в этих точках, где есть проблемы, было восстановлено. На следующей неделе будет опять продолжаться период низких температур. Мы обязательно обеспечим стабильность и тепло в домах нашего города. Пока аварийные службы работали, горожане тоже протянули руку помощи. И еще раз доказали – северяне – особые люди. Членами партии «Единая Россия» было принято решение помочь людям. После чего организовалась мобильная развозка обогревателей всем нуждающимся. Узнали об этом из соцсетей. Спасибо говорили, слова благодарности. Просто с машины забирали, выходили на улицу люди. И такое было. Бригады «Ямалкоммунэнерго» и управляющих компаний вернули тепло уже к вечеру. Сегодня остался один адрес – седьмой дом в девятом микрорайоне. Сегодня работа по определенным квартирам продолжается развозушка. Сейчас вот они воду перезапустили дом, сбросили воздух. Но в любом случае, эта ситуация сейчас под наконтором у нас. Мы не уйдем с этого дома, пока в всех квартирах не будет стопроцентно, полноценное и качественное тепло. Пока разговариваем, подходит одна из жительниц. Пар, ничего не видно, не зашло, да ничего мне ногам горечко. Мастера бросаются на помощь. Стараются подсобить и сами жители. Мы вернулись в седьмой дом девятого микрорайона, чтобы узнать, что изменилось. Как сообщили сотрудники управляющей компании, которые, кстати, до сих пор здесь работают, тепло подано во все квартиры. В подъезде работы продолжаются. Посмотрим. Воды больше нет, но пар еще стоит. А мы напоминаем, что телефон единой диспетчерской службы – 32121. Следят за ситуацией Зинаида Исаева, Олег Короткевич, Новости Губкинского.